Программа «Выбор Ясин». Добрый вечер, это программа «Выбор Ясин». Меня зовут Ольга Журавлёва, в студии Евгений Ясин. Здравствуйте, Евгений Григорьевич. Здравствуйте. Вы опять, как это называется, залезли в Осиновый Улей и всех страшно дразните своим оптимизмом. Наша тема сегодня обозначена так лирически, по следам Президиума Экономического Совета при Президенте, но в своем анонсе, в своем блоге вы, собственно, говорите о трех доктринах, которые существуют на данный момент и представлены Президенту. И считаете, что единственное то, что будет реально работать на пользу страны, это третье. То есть, Кудринская. Ну, не только будет, но у нее гораздо больше шансов. Ну, это удивительно. А у первых, ну, почему удивительно? Потому что то, что представляет кооперация Минфин и Минэкономразвитие Центробанка, это вроде как-то ближе к тому, что мы обычно и делаем. Потихонечку, помаленечку, с небольшими поправочками, без резких движений, в том же русле. И без смены политики. Это же прекрасно. Это вообще у нас всегда это работает, мне кажется. Вы думаете, работает? Ну, я имею в виду, что функционирует. Я в оптимизме никогда этого вам не говорил. Ну, хорошо. Это, понимаете, как раз я, как бы, придерживался оптимизма, во-первых, по характеру, во-вторых, исходя из того, что я в течение длительного времени, если, конечно, ваши наши слушатели обращали внимание на мои выступления, я не высказывался оптимистически. Вот у меня, так сказать, нежелание портить настроение, но я никогда, то есть не то, что никогда, но долго уже не говорю никаких оптимистических заявлений. Вот. Сейчас у меня появились некоторые соображения на этот счёт позитивные. Почему? Потому что, прежде всего, господин Кудрин, мой друг Алексей Ленин, он, кроме всего прочего, что он руководит комитетом гражданских инициатив, это, так сказать, гражданская организация, никому не подчиняется. Общественник, так сказать. Общественник, так сказать. Это организация, на существование которой согласился президент и согласился, потому что у него, я бы сказал, позитивные отношения к Кудрину, которого он давно знает, они вместе работали, у него есть доверие. Ну и потом, я думаю, самое главное, что когда стоял вопрос о том, делать ли Кудрину либеральную партию, то он спросил Путина, а Путину сказал нет, не надо. Ну вот, значит, это такой послушный человек и всё такое. Это с позиции Путина. Но теперь он, как бы, попал в такую струю, когда те вещи, которые делает российское правительство и другие ведомства, не помогают российской экономике. Ну, есть определённые достижения. Ну, сказать, что эти достижения достаточны для того, чтобы обеспечить, так сказать, какое-то развитие, подъём российской экономики, пока нет. Евгений Григорьевич, здесь у меня вопрос возникает. А как Вы считаете, вот то, что Вы говорите, что подъёма нет и что вот эти вот методы не действуют, а президент-то он вообще получает реальную информацию о том, что происходит? Или, может быть, есть какие-то специальные люди, которые ему приносят какие-то иные картины? Может, у него-то представление, что на самом деле жизнь налаживается? Такое может быть? Я, как бы, не общаюсь с ним, я поэтому не могу быть уверенным. Ну, только по действиям можно понять. Я слежу за его действиями, за тем, что говорят наиболее близкие к нему люди, у которых специально есть полномочия о том, чтобы выражать мнение президента и так далее. По-моему, он изменил ту точку зрения, которой он придерживался, скажем, в 2014 году. И когда у него, так сказать, было мнение, что можно послушать тех людей, которые звали к активным действиям в Украине и так далее, чтобы отомстить, чтобы добиться там успеха и так далее и тому подобное. Потом, я подозреваю, что какие-то другие, тоже весьма доверенные люди к нему пришли и сказали, что мы попали в очень тяжелую ситуацию, и нам из нее трудно будет выбраться. И то, что мы там сделали в Украине, это, так сказать, создает такую обстановку, которая для нас весьма неблагоприятна. Это я догадываюсь, поймите. Это привело к тому, что, начиная с какого-то пункта в политике Путина, как бы стали мелькать то одна сторона, то другая. И как бы решительности на то, чтобы чего-то менять, ну, прежде всего, в выступлениях правительства, это все время повторяются, не правительства, а в выступлениях деятелей правительства повторяются такие слова, что нам нужно осуществлять структурные реформы, то, что сделано сейчас, это еще недостаточно. Слова, что такое структурные реформы, они, в общем, не расшифровываются. Ну, собственно, поэтому, если вы спросите меня, как вот эта вторая доктрина, которую я изложил в своем анонсе, и вы тоже имели в виду правительство и так далее, я бы сказал так. Это очень не глупое соображение. Но они сделаны с определенными ограничениями. А именно, чтобы того, что можно было назвать структурными реформами, не называть. Ну, они не называют... Не называть или не делать? Ну, если разрешат, если решат, что надо делать, то тогда они готовы делать. Потому что, честно, я вам скажу, что некоторых людей в нынешнем руководстве я очень сильно уважаю. И могу назвать кого? Во-первых, Набиулину, которая показала себя первоклассным специалистом и решительным человеком. При этом в очень узких рамках. Да, но в рамках, но тем не менее, факт остается фактом, надо было остановить падение рубля, и она его остановила. Слушайте, совсем недавно читала в новостях, что надо бороться с укреплением рубля теперь. Объясните мне на пальцах, пожалуйста. Ну, это очень просто. Значит, есть значительно большая часть предпринимательства. Они хотят, чтобы дали деньги, чтобы стали более доступными кредитами. То есть, чтобы можно было получить, финансировать, инвестировать и так далее и тому подобное. Им кажется, что с ума сошли вот эти люди в правительстве, и они в правительстве, в Центральном банке, они все делают ошибочно. То есть, рубль должен становиться дешевле, чтобы его можно было получить. Да, ну, то есть, как бы высказывается такое мнение, что так, как Центральный банк действовал раньше, когда он все время насыщал экономику дополнительными массами, денежными массами. Это тогда, когда шел растущий поток нефти по высоким ценам, то это было возможно. И, так сказать, конечно, был риск, но пока продолжался этот рост, это можно было продолжать. Обращу внимание на то, что, в общем, за этот вот последний срок между 2006 годом и 2008 годом, может быть, даже раньше взять, значит, в это время инфляция держалась на высоком уровне. Я помню, что в 2003 году она дошла до уровня 11% для людей, которые пережили 92-й год, это, конечно, немного, но если посмотреть на уровень инфляции в других странах, то там всюду 2-3%, даже в Китае 2-3%. То есть, те цифры, которые сегодня называют Набиулина как цель, это 4%, как бы никто даже не ставит. Значит, а у нас было 11%, потом в 2008 году, по-моему, или в 2007 году, это она поднялась еще выше, один год был ниже, была однозначная цифра где-то порядка 9%, но все равно она все время держалась. Почему она держалась? Ну, никто особо, так сказать, над этим не задумывался, но кредиты были дорогие, заработки были дорогие, то есть, большие, и это все, так сказать, мотивировалось одним, тем, что мы получали большие доходы, мы их тратили, и, в общем, в конечном счете это помогало держать ситуацию. Тогда была вполне приемлема, видимо, я не знаю, я бы на это не согласился, но такая политика, так сказать, постоянного питания экономики дополнительной денежной массы. И, значит, всякие вопросы, а почему вы не делаете, скажем, этот плавающий курс рубля? Я спрашивал очень квалифицированных людей. Они мне отвечали, что, ну, мы сейчас пока не можем, это для более зрелой экономики и так далее, и тому подобное. Но дело в том, что как раз, если вы делаете плавающий курс... То экономика быстрее созреет? Ну да, ну просто вот эти вопросы регулирования взаимоотношения между разными валютами, да, переходят на долю рынка. Он регулирует. Значит, что вы уже подступиться не можете, но сверх этого вы все равно можете какие-то суммы, так сказать, добавлять и так далее. Это никто не запрещает. Просто ситуация, когда вы должны прибегать к этим выходам, она делается намного реже. Сколько же мы терпели? Мы терпели до конца ноября 2014 года, когда за несколько месяцев рубль упал на 70%. Ну, в общем, очень тяжелая ситуация и в этой ситуации, а не в благоприятной ситуации там нулевых годов, значит, ситуацию, она изменилась. Она изменилась. Игорь Григорьевич, если можно, вот здесь, пожалуйста, поподробнее. Мы знаем, что вы очень любите Эльвиру Набиулину, но здесь, если можно, для растерженных горожан и сельских жителей поподробнее. Мы же помним, не так давно, когда евро стремилось вокруг чуть не к сотне по стоимости, и доллар немногим уступал, и была некоторая паника, и были вот эти предновогодние покупки всевозможной бытовой техники, чтобы как-то сохранить свои накопления. Каким образом этот острый момент был преодолен? Ну, двумя простыми шагами. По секрету я вам могу сказать всему свету, что это делало рук двух женщин. Набиулина и Юдаева, ее первый заместитель. Значит, они сделали то, что должны были сделать мужчины. Ну, скажем, Игнатьев, Югин, когда они были большими начальниками в Центральном банке. И в более благоприятном положении. Но обычно в более благоприятном положении проявлять волю и уговаривать, убеждать в чем-то начальство, довольно бесполезная ситуация благополучная, за никого не волнует. Но тогда, когда наконец наступила тяжелейшая ситуация, они решились. И они, так сказать, сделали, а они перевели рубль на плавающий курс. А потом, когда стало ясно, что это сама по себе ситуация не дает, не изменяет положение, и у вас эти банки продолжают повышать стоимость кредитов, и это все равно становится невыносимым, это только означает следующие и следующие шаги падения рубля. Они установили, на первый взгляд, дикую величину ключевой ставки. 17 процентов. Сейчас об этом никто не вспоминает. Потому что при воспоминании все прежде всего говорят о том, что за идиот, что за идиотка там сидит, который вот в этой ситуации такое делает. Ну, между прочим, этот Орбыл и все такое, немедленно снять на Биулину кто-то там звал и так далее. Но наступил момент, он не так долго продолжался, и рубль остановился. И уважаемый наш президент Владимир Владимирович Путин, он сказал, решение было правильное. Все. Оказалось, что действительно решение было правильное. И это, можно ли сказать, что это спасло нас от дальнейших действий кризиса, которые мы переживаем? Нет. Нет. Но в то же время мы просто показали, что есть определенные действия, которые позволяют это, ну, улучшить ситуацию. И для, скажем, руководства Центрального банка, я считаю, что они, так сказать, сделали такую блестящую операцию. Взять на себя теперь всегда решение всех проблем, которые имеются в российской экономике, невозможно. Поэтому мы видим опять, было падение рубля вместе с падением цен на нефть и так далее и тому подобное. И мы с этим тоже ничего не могли сделать. Потом ситуация изменилась. Она в значительной степени изменилась не у нас, а на нефтяном рынке в мире. И доллар пошел вверх. По сравнению, сколько там... Сейчас то дело дошло с 32 до 50 или 48 долларов за баррель. Ну, намного больше. Не доллар пошел вверх, а баррель пошел вверх, получается. Вы имеете в виду стоимость. Ну, баррель, да. Вот тогда, когда мы говорим о рублях, то мы тоже говорим, что доллар повысился. Хотя это просто цена рубля упала. Это, кстати, чисто психологические нюансы. Давайте еще одну вещь, вот вы мне объясните. Из тех трех доктрин, о которых вы говорите, представленных на Совете, первое, это вот умеренная часть Столыпинского клуба, которые требуют эмиссии. Почему это не будет работать, по-вашему? Ну, мы же все время об этом говорим. Еще раз объясните. Хорошо, эмиссия, это значит, чтобы печатать эти деньги для того, чтобы изменить ситуацию на банковском рынке, где предоставляются кредиты. Разве Набирулина и Юдаева не тем же самым занимались? Ну, они сделали наоборот. Я прошу прощения. 17% установить ключевую ставку, это означает, что у Центрального банка никто ничего занять не может. То есть, эта самая инфляция остановлена. То есть, не печатают лишних денег. Ну, это совсем другая история. А почему? А сейчас требуется наоборот. Кстати, замечу, что вчера, по-моему, Центральный банк понизил ключевую ставку до 10,5. Она уже снижалась раньше, была 11, сейчас 10,5. Значит, он как бы делает шаги навстречу, но тогда, когда все-таки переменилась основная линия политики банков, в Казани считали, что нужно просто каждый раз назначать более высокие ставки процента, и это обеспечит нас. За это время, кстати, довольно много банков, не очень больших, уже просто исчезли. Да, совершенно верно. И сейчас этот процесс продолжается. Ну, он как бы продолжается и потому, что Набирулина, когда только встала представителем Центрального банка, Центрального банка ставила вопрос относительно того, чтобы сократить число наших банков, убрав тех, которые, так сказать, проводят не вполне благопристойную линию. Как же так может быть, Евгений Григорьевич? Ну, может быть. Вот как же существуют банки, у которых есть лицензии, которые состоят в АСВ, и при этом они занимаются непотребством? Ну, они имеют определенные специальные отношения с определенными компаниями, которые когда-то их создавали, например, или оказывали одолжение. И тогда, когда эти компании попадают в трудное положение, они просят, помогайте. Ну, что значит помогайте? Дайте кредит, а сколько он будет стоить? Значит, это могут быть прямые потери банков. Они должны чувствовать, сколько они могут себе позволить, сколько они не могут себе позволить. А в той ситуации, которая была до декабря 2014 года, такая ситуация складывалась редко. И после этого было несколько срывов, когда опять надо было делать более жесткую политику. И, собственно, Набиуллина ее продолжает. Я сегодня прочитал в газете о том, что она ожидает, что к концу года, вот этого года, уже будет примерно инфляция на уровне 5-6%. Ну, это означает, что мы... Значит, это мечта. С ее точки зрения, так сказать, эту мечту можно осуществить и назначить, скажем, месячную ставку 4%, которая поставлена была в качестве цели в конце 2017 года. От этого должно начаться движение в экономике? Если ставка будет понижена, то начнет движение в экономике? Ну, это то, чего хочет этот самый Столыпинский клуб. Он же хочет, чтобы кредиты были подешевле, и чтобы все компании ринулись, взяли кредиты, где им не хватает денег, или где они их держат за границей и так далее, и стали, так сказать, инвестировать или что-то еще придумывать. Причем тогда, когда появляются деньги, то их куда девают? Прежде всего, вот в нынешней ситуации, кладут на депозиты. То есть, они не хотят сегодня вкладывать из-за определенных факторов, не хотят вкладывать в инвестиции. Причем в инвестиции достаточно долгосрочные и в то же время эффективные. Евгений Григорьевич, в чем ошибка Столыпинцев? В чем она? Ошибка Столыпинцев, как бы, с моей точки зрения, там не хочу всех это... Огульно охаивать? Охаивать, да. Но, с моей точки зрения, все-таки, это обычное для предпринимателя, индивидуального или какой-то группы предпринимателей, решение, которое, на его взгляд, должны принимать банк, правительство и так далее. Это удешевление кредитов. Более дешевый кредит мы берем, мы его вкладываем, у нас рост производства, после этого все... Она процветает? Расцветает, да. Почему это не работает? А потому? Ну, потому что, как специальная обстановка, о чем говорит Кудрин в своем докладе, о чем говорит не только Кудрин, но и я давно говорю, многие специалисты говорят, что у нас довольно серьезный уровень недоверия между бизнесом, опять не хочется даже слушать. Я просто понимаю, к чему вы ведете. Я веду это то, что есть на самом деле. Потому что ты мне говоришь, а то почему вы не придерживаетесь взглядов, скажем, господина Титова? Я даже не говорю про Глазьева. Вот, ну, почему вы не придерживаетесь взглядов такого разумного товарища нашего, как Титов? А вот слушайте, там, что говорит Набиулина или... Или, не дай бог, Кудрин. Вот Кудрин. Но Кудрин говорит, он же не идет от кредита. Он говорит, что если вы остановитесь на том положении, когда вы по всем вопросам тыкаете в центральный банк, то вы не решите проблему, связанную в России с кризисом. Эта проблема в конечном счете связана с тем, что должно быть доверие бизнеса к государству, должно быть доверие населения и к бизнесу, и к государству. И тогда в этой обстановке доверия начнутся определенные изменения. Какие действия необходимы для того, чтобы добиться этих изменений, ну, на самом деле мы не знаем. Мы можем предположить, например, какой-нибудь оптимист, это не ясно на случай, он говорит, что, ну, достаточно там чего-то сделать, например, того, что сделал центральный банк. Теперь мы должны подождать до конца 2017 года, будет 4% инфляции, значит, будут, все смогут, банки, представлять гораздо более дешевые кредиты, при этом будут получать прибыль. Ну, это же важно, потому что так они выдают кредиты, а потом инфляция съедает эти деньги, которые они предоставили. Они должны еще что-то придумать, поднимается еще инфляция, и, в общем, это... Слушайте, Евгений Григорьевич, я пришла к выводу, только сейчас к моему стыду, что, на самом деле, все три доктрины, они, в общем, не глупые, и все они направлены на то, чтобы стало лучше. То есть, никто, в принципе, плохого не хочет. Никто не хочет плохого, и те люди, которые это делают, они... Они не враги. Они не дураки, но они, конечно, думают каждое из своих интересов. Вот, скажем, Титов, он омбудсмен бизнеса, и он знает, что предприниматели, бизнесмены хотят иметь более дешевые кредиты, потому что при этих кредитах они ничего инвестировать не могут. Но то, что они привыкли инвестировать раньше, это очень неэффективные инвестиции. Понимаешь, значит, у нас была в свое время компания, кстати, ее разогревала та же Набиулина, которую я искренне люблю, она говорила, нам надо повысить долю накопления. То есть, большую долю валового внутреннего продукта накапливать, ну, чтобы не тратить на продукты питание там и все-таки. Понятно. Рантье – это хороший признак. Да. Евгений Григорьевич, вот здесь мы с вами должны сделать интригующую паузу, и от накапливания, от доверия и всего прочего, обязательно перейдем к следующим уже, я уверена, мудрым мыслям. Это программа «Выбор Ясин» с Евгением Ясиным. Меня зовут Ольга Журавлева. Встретимся после новостей. Снова с вами программа «Выбор Ясин». Меня зовут Ольга Журавлева. В студии Евгений Ясин, который по следам президиума экономического совета при президенте рассказывает всякие удивительные вещи. Мы обсуждаем три доктрины, одну из которых Евгений Григорьевич считает самой живучей и правильной. Мы договорились до того, что очень много есть всяких интересных кругов, кругов интересов, и каждый из этих кругов, в общем-то, хочет хорошего. Да, но в основном для себя. Вы говорили о том, что когда-то Набиулина призывала перевести большую часть финансов в накопление. Да, это тоже было... Я не могу сказать, что это было вредное предложение, но оно сопровождалось другим. Оно сопровождалось тем, что у вас эффективность этих инвестиций, которые появляются, когда увеличивается норма накопления, они были низкие. Эффективность была низкая. Поэтому, если даже вы намного повысите накопление, я тогда, в защиту обыдения моей любимой ученицы, я не выступал. Нет, потому что... Хотя вы были с ней не согласны. Я был с ней не согласен, но я не выступал. Я, не упоминая ее, говорил, что дело не только в накоплениях. И сейчас я повторяю, это должны быть эффективные инвестиции. Если они эффективные, сколько бы вы ни говорили о талантливых руководителях, скажем, государственных концернов, то все равно частные инвестиции эффективнее. И вы должны подумать о том, чтобы дать слово частному бизнесу, малому, среднему, может быть, какие-то крупные компании способны на это еще. Потому что они привыкли, что там, как бы, государство, так сказать, их гарантирует в крайнем случае, если они идут навстречу предложениям государства. Вот. А в данном случае нам нужны эффективные. И для того, чтобы были более эффективные инвестиции, нужна конкуренция. Конкуренция, не думайте, что только экономическая. Потому что, когда у вас идет экономическая конкуренция, то вы, будучи в знакомстве с кем-то из высших кругов или каким-то еще образом, выигрываете связи, а не рыночные, в буквальном смысле этого слова. И, во-вторых, это должна быть конкуренция не только экономическая, а по секрету, чтобы никто не слышал, я тебе скажу. Еще и политическая. Потому что, если у вас чрезвычайно важно превосходство закона, а знакомые наших богатых людей, так сказать, приступают к закону. Ну, как говорят, еще в этот раз все как-то обойдем. Но если это делают, то потому что они не испытывают конкуренции. Потому что политической конкуренции в России нет вообще. Мы можем сколько угодно говорить, сколько там ходят люди и добиваются каких-то полезных им перемещений и так далее. Но, в конце концов, насколько я понимаю, Кудрин и еще, может быть, десяток человек, которые способны подействовать на них, они стоят на страже. Добиться того, чтобы были какие-то изменения в законах, которые усиливали бы конкуренцию, а не усиливали конкретных конкурентов. А такого у вас не удается. И в этом одна из главных причин. Вы скажете, кто в этом виноват. Я этот вопрос не затрагиваю. Он принципиально носит для нас наследственный, традиционный характер. Потому что у нас привычка, начиная с Ивана Калиты, это, так сказать, делать. Все должны делать то, что сказал великий князь. Потом царь. Потом генеральный секретарь. Ну, вот так вот мы и жили. Теперь мы пришли к такому положению, когда ситуацию надо менять. И это так легко не дается. Потому что, ну, ситуация в экономике непростая, в обществе тоже непростая. Есть проблемы большие национальными отношениями и так далее. Поэтому сказать президента, вот чтобы вы никогда больше не приняли вот таких решений. Ну, он, скажет, ну, тоже нашелся. Я отвечаю, я буду принимать решения. Я прошу прощения, я уже эту мысль договорил. Но это принципиально важный вопрос. Если об этом Кудрин говорит, в общем, практически в первую очередь. Он говорит превосходство законно. Евгений Григорьевич, а вот знаете, что я боюсь? Вот допустим, действительно, Путин и его ближайшие советники приходят к выводу, что Кудрин абсолютно прав. И Кудрин назначает премьер-министром. И все на этом заканчивается. Потому что хорошо сидеть достаточно независимым, разумным, таким филозофичным, научным. А потом наваливается вот эта вся внутренняя кухня. Понимаешь, дело сейчас даже не в личности. Я пытаюсь на это обратить внимание. Потому что нужны определенного рода действия, определенная политика. Ну, окончательно решение в наших условиях должен принимать Путин. Почему я оптимист вот в этой ситуации? Он никогда бы раньше не принял тех решений, которых я от него ожидаю. И которые он обязан принимать. То есть, вы считаете, что ситуация сейчас такова, что у него есть только такой выход? Да. Что вот он же, я прошу прощения, он, когда уходил, или вернее, минуя, так сказать, текст, который получился после этого совещания, он же там высказывал определенные мнения о том, что он не уступит, когда на нас будут там... Про суверенитет вы имеете в виду? Про суверенитет я имею в виду, про другие направления его политики. В ответ на то, что ему говорил Кудрин, что вот для того, чтобы решить наши проблемы, нам нужно... Открываться. Открываться и так далее и тому подобное. Но сама по себе вот это открывание, оно есть частность, на которую все обратили внимание, потому что, ну, как бы, Путин зарабатывал очки, говоря о том, что мы просто так не пойдем, не будем сдаваться, мы будем отстаивать свои интересы, свой суверенитет и так далее. Все договорились. Эти темы не подвергаются дискуссии. Но Путин и не подвергал их дискуссии. Он просто сказал, вы хотите, чтобы повернулись события у нас в экономике, чтобы мы в конце концов увидели, как начался подъем, созданный российским предпринимательством? Ни американским, ни немецким, ни кем. Российским предпринимательством. Значит, и здесь есть определенные моменты, среди которых, чтобы российское предпринимательство первое начало, так сказать, более массовые инвестиции у себя в экономику, она должна быть уверена, что, в крайнем случае, она может обратиться за кредитом, не обязательно у себя в стране, а там за границей, и так далее. Для этого нужно налаживать порванные отношения все равно. Ну, дорогая моя, я... И доверие в этом смысле тоже восстанавливать. Спасибо, спасибо, что ты мне помогла, и эти самые наши радиослушатели, наконец, поняли, о чем я хочу сказать, и это действительно так. Ну, вот самое важное, что можно было говорить, наверное, кто-то говорил Путину об этих вещах, в том числе и члены правительства. Потому что там есть, кроме Набиулина, и которого я стал хвалить, там есть замечательный парень Силуанов, я его очень уважаю. Кстати, много лет проработал. Сейчас его проклинают наши слушатели, но у каждого есть за что. Ну, у каждого есть за что. Также у нас все проклинают этого московского мэра. Да и вы тоже? Я нет. Я нет. У меня нет машин, я не за рулем. Ну да, вы же все равно, когда едете, даже с водителем... Ну, когда еду, я, да, переживаю и так далее. Но у меня лучше, чем у моего водителя. Я открываю портфель, достаю где-нибудь бумаги, которые мне надо читать, и вот и так переношу все это дело. И тут политическая конкуренция вам становится не важна. Ну, нет, я как раз про политическую конкуренцию читаю. Я осмысливаю это дело. Я понимаю, что только тогда, когда у вас есть нормальное отношение в парламент, и не верховенство одной партии, которая слушает, внимательно слушает, что ему сегодня скажут, что ей сегодня скажут из администрации президента. И то, что скажут, то немедленно делают. Ну, а все остальное, ну, чтобы вы там не спорили, предположим, там выступаете с какими-то речами Жириновский, я ему не верю никогда. Ну, иногда он даже говорит что-то такое, что, может быть, и соответствует действительности. Но все-таки нормальной политической жизни, тогда, когда взаимная дискуссия разных политических сил заставляет одних, кто у власти, отказаться от того, чтобы использовать те или иные недостатки в существующем законодательстве и поменять. И поменять в другом направлении, чтобы это было на пользу всем. Тогда, может быть, другая партия будет в течение короткого времени подчеркивать свои заслуги. Но все равно это каждый раз заслуга то у одного, то и у другого. Но это политическая конкуренция. Она не позволяет делать глупости. Я подчеркиваю политическая, потому что экономическая она, само собой разумеется. И это чтобы была экономическая конкуренция, чтобы соблюдался закон, и чтобы положение закона, это я говорю с большой буквы закон или право, чтобы они как бы не подвергались давлению и не толковались по-другому, чем было задумано, чиновниками. С чиновниками, пускай даже очень высокими. Евгений Берегович, есть? Вот это принципиально... Я обращаю внимание, ты подожди на минуточку. Вот все хотят понять, а что, собственно, Кудрин сказал? Важно, потому что все слушают не то, что сказал Кудрин, а что по этому поводу думает Путин. И Путин, уходя, ему сказал не для этого самого протокола, но все-таки это все засекли, потом описали и так далее, что вот мы вот этим путем вроде как не пойдем. Потом проходит некоторое время, ничего такого, никто ничего не делает. Кроме одного, скажем, прошел последнюю субботу, Кудрин собирал Центр стратегических разработок. Это тот пост, который ему накануне того совещания поручил Путин. И он сидит и, так сказать, веры не сидит, а целый день. Сидела куча людей, 90 человек, и размышляли по разным вопросам, заданным заранее, как действовать. Это началась работа над программой, которая, видимо, будет представлена не президенту, а общественности после президентских выборов 2018 года. Из этого вы делаете вы. Вот что на самом деле Путин не сказал, Кудрин придумал сплошные глупости, мы этого делать не будем. Он имел в виду что-то другое. Мне кажется, что до него сейчас дошло, что оставаться в той позиции, которая ранее была, под его руководством, под его влиянием. Мы далеко не уйдем. А вот я до тех пор, пока я знал, что Путин не будет поворачивать, у меня все позитивные изменения, которые я ожидаю в своей стране, откладываются на время после президентских выборов. Потому что раньше его ничего делать не будет такого. Вот теперь у меня появилось какое-то ощущение, что могут начаться изменения, которые важны, в том числе и для президентских выборов, и самое главное, они важны для страны. Они, может быть, не такие благополучные, не такие приятные, когда вам говорят, так, ставку по кредитам понизим, цены, тарифы на жилье, которые вы должны платить, понизим. И не будем считаться с интересами, предположим, этих учреждений жилищно-коммунального хозяйства, нефтяных компаний и так далее и тому подобное. Ну, всем же приятно что-то такое услышать. Вот мы повысим пенсии вместо того, чтобы их снижать или повышать... Это все дешевый популизм. Это мы все проходили миллион раз. Но вот как бы до сих пор он действовал, вот сейчас... Он всегда действует? Нет. Вот сейчас, вот у меня такое ощущение есть, что, так сказать, понимание того, что придется делать какие-то решения, принимать какие-то решения, которые, может быть, и не так приятны с точки зрения тех, кто их принимает, но которые необходимы для страны, и которая попала в то положение, но в какое она попала. В которое ее привели все те же самые люди. Ну, понимаешь, но там такая ситуация, что был определенный период времени, когда можно было принимать такие решения, и никто не чувствовал. В 2003 год, пожалуйста, можешь посадить Ходорковского, можешь там взять, напасть на ЮКОС, какие-то еще мероприятия провести, еще на кого-то напасть и так далее. Но в это время поднимаются цены на нефть. Вы закрываете и имеете, так сказать, даже если это были ошибки. Хотя ты сама понимаешь, что, так сказать, постоянное соревнование и стремление к успеху между партией бюрократии и партией бизнеса, оно возникло в России, и его закрыть невозможно. Вот, если есть бизнес или есть бюрократия. То есть, это такие вещи сказать, поэтому сказать, вот это тогда была ошибка, а вот это нет, и так далее, я не берусь. Я, так сказать, стараюсь держаться по справедливости. Но я понимаю, что тогда были приняты решения о том, чтобы ничего специально для повышения эффективности нашей рыночной экономики сделать. А мы думали о том, что теперь у нас деньги есть от нефти, деньги находятся в верных руках у наших людей, которые думают об интересах государства. Это значит как раз бюрократы. И как бы в течение нескольких лет все шло нормально. Потом, восьмой, девятый год, первый срыв. Вот про восьмой, девятый год. Один момент. Вот я на примере того, что, как мне кажется, я так вполне уже осмысленно наблюдала. Когда в восьмом году случился кризис, и об этом заговорили, и вроде мы были тихая гавань, но тем не менее народ занервничал. И же все время как бы вот народное волнение, оно вообще очень серьезно влияет в такие моменты. Все вспомнили девяносто восьмой год. Все вспомнили, как стояли за тем, чтобы в банкомат в очередь, чтобы снять с зарплатной карты ограниченный лимит там каких-то, хоть каких-то денег. Когда были паника, стрельба там в этих самых отделениях, когда люди рыдали возле банкомата и друг друга оттуда оттаскивали. И тут были предприняты определенные шаги, чтобы этого не произошло. Возмущенные граждане говорили, смотрите, сколько денег отдали банкам. Да, вот огромный кусок там бюджета фактически вот этого кризисного ушел на банки и так далее. И тишина. Банкомата никто не штурмует. Все как-то более-менее спокойно. Да, девальвация была. Создали агентство по страхованию и вкладам. Но старая эта память могла сработать, и люди могли, в принципе, развалить банки без особых на то причин, просто метнувшись сюда одновременно. Но этого не произошло. Это был продуманный, ну, как это называется, ход. То есть, они действительно предприняли вы чувствуете, что у вас нечем платить. И вы предпринимаете такой шаг. Вы объявляете девальвацию. И у вас девальвация происходит в 4,5 раза до конца года. Это совершенно меняет дело. И у вас то, что вы хотели получить дорогой рубль, и вам не хотел никто получить по этому курсу. Вы, что там, 6 рублей 20 копеек стоил доллар. Вы в конце года уже получили 24 рубля за доллар. Это вы 98-й год. 98-й год, и потом это продолжалось. Но ситуация изменилась, потому что вынуждены были послушаться рынка. Да, а вот другое, то, что мы тогда переживали, как он называется, у меня вылетает это из головы, ну, неважно, государство было должно платить. Вот. Вы имеете в виду? Мы начали выпускать... Государственные краткосрочные облигации. И многие иностранцы купили. И каждый раз мы должны были каждый месяц вносить крупные суммы. Вместо того, чтобы давать деньги военным, давать деньги службам безопасности, давать учителям и так далее и тому подобное. Дефолт это называется. Да, дефолт. Значит, объявили дефолт, изменили, то есть освободили курс рубля. И ситуация изменилась. Я прошу прощения. Ты знаешь, когда начался подъем в российской экономике? Когда? Он, во-первых, начался в 1997 году. Первый маленький шажок был сделан. И эта инфляция дошла до 11% после 2,5 тысяч за несколько лет. Но в это же время это как бы все произошло. И мы были уверены, когда в 1998 году все разрушилось. Нефть 8 долларов за баррель. Там колоссальные невыплаты рабочим служащим. И так далее и тому подобное. Все погибло. Нет. Почему? Ты скажешь, что там какой-то был гений, который все это придумал. Там Чубайс или Киренка их отправили в отставку. Но ситуация изменилась и к концу 1998 года. Потому что получил возможность рынок. Он стал командовать, какой курс рубля к доллару должен быть. А не то, что там думали у нас в Центральном банке Дубинин или Алексашин. Вот это важно. Это рынок сработал. И мы вдруг, я поразился этому, но к концу 1998 года у нас началось оживление. Потом пошел подъем. И он первое время был не от нефти. Только с 2003-2004 года цены перешли границу. И тут мы, так сказать, заблаженствовали. Вот, ну, просто нужно учесть, что это время кончилось. И вот тут-то мы должны вернуться к этому моменту и сказать, ребята, давайте подумаем. А что мы должны делать, что мы должны были делать в 2003 году? Может, как раз сейчас надо вернуться к этому? Может быть, уже, наконец, надо прекратить очень многое регулировать и делать. И дать уже рынку свести себя естественно. Господи, моя хорошая, ты солнышко. Вот это, вот я бы хотел, чтобы все поняли. Мы же не так, ну, как, недаром строили рыночную экономику. Она работает. Вот я, не знаю, я каждый раз, когда у меня плохое настроение, иду в магазин. Прохожу мимо прилавка, где мясная, это гастрономия, или там сыры и так далее. Говорю, боже мой, это все наше. Мы все делаем. Уже такого, как было, значит, во время застоя или там при советской власти, больше не будет. Все. Но этого мало, потому что нужна эффективность. Вот из всех этих предложений, которые были сказаны, что-то похожее на то, что нужно, есть у Кудрыза. И у меня есть такое подозрение, что, по-моему, Владимир Владимирович пришел к похожему выводу. Будем надеяться и пожелаем нам всем. Это Евгений Ясин в программе «Выбор. Ясин». Меня зовут Ольга Журавлева. Всем большое спасибо. Всего доброго. Это была программа «Выбор. Ясин».